Одним нажатием кнопки поезд сначала отправляется в Ясную Поляну. Спустя несколько секунд остановка на Куликовом поле. Еще через мгновение на горизонте появляются кандуки. Это диорама – центральная часть композиции стенда Тульской области на Международной выставке «Россия». Локомотив и достопримечательности миниатюрные, зато интерес гостей самый настоящий. Для них это шанс за минуту объехать весь регион и открыть для себя что-то новое. Международная выставка «Форум России» открылась в московских павильонах ВДНХ. Она собрала все достижения регионов за последние шесть лет. И Туле есть что показать. Пока малыши заняты поездом, ребята постарше с удовольствием раскрашивают филимоновскую игрушку. А их родители занимают очередь на тренажер боевой машины «Панцирь», где можно почувствовать себя хранителем мирного неба. «Осуществлял пуск ракеты. Мы видим, что она была выпущена. Сейчас будет отделение двигателя. Через несколько секунд произойдет подрыв ракеты с поражением цели. И выдается сообщение оператору, что цель уничтожена». Так воплощается девиз нашего края «Хотите узнать Россию – начните с Тулы». Это хороший старт для осмотра огромной экспозиции. В ней участвуют все 89 регионов необъятной страны. Это тысячи вариантов для красивых и оригинальных селфи. Хотя есть возможность не только снимать, но и сниматься. «А на стенде соседней Калужской области можно пройти кастинг в настоящее военное кино. У вас снарядят в полушубок, дадут в руки ППШ. Итак, внимание, камера, мотор». Международная выставка «Форум Россия» стала уникальным событием в истории страны. Прогулка по ней похожа на путешествие от Балтики до самого Тихого океана, где на каждом шагу ждут открытия и новые смыслы. Так что философская концепция «Москва – Третий Рим» здесь обретает конкретные очертания. На этой выставке нужно не столько смотреть, сколько делать. Интерактивные площадки есть на каждом стенде. Например, тем, кто в преддверии лыжного сезона хочет размять связки – прямая дорога на стенд Карачаево-Черкесской республики. «Для совсем начинающих лыжников, таких как я, система – идеальное решение. Она учит входить в повороты, управлять собственным телом, распределять вес, идеально повторяет физику реального снега. Так что вы действительно можете себя почувствовать на склоне Архиза или, допустим, Домбая». Всего несколько шагов и на смену Кавказским горам приходит Среднерусская равнина. Это зона для релакса, где можно полюбоваться на речных чаек или прогуляться по набережной Волги и послушать задорные саратовские частушки. Слоганом выставки стали слова «Россия. Поехали». Ведь не покидая территорию ВДНХ, гости могут оказаться в самых красивых уголках страны. Остается только выбрать транспорт. Например, у стенда Ульяновской области. «Мы сейчас находимся в кабине транспортного самолета Ил-76. Здесь полная реальная имитация управления. Нужно сыграть закрылками, скоростью, вовремя выпустить воздушную подушку, убрать шасси. Итак, пролетаем над Ульяновской». Для посетителей международная выставка «Форум Россия» – это уникальный шанс познакомиться с культурой других регионов. А для участников отличная возможность привлечь в свой регион новых туристов. Так, на стенде Тульской области в формате телемоста показали открытие нового символа города. У самых стен Древнего Кремля гостей теперь будет встречать пятиметровый самовар. «Мы всех ждем, мы всем очень рады. И здесь показали самые интересные элементы. Хотя, конечно же, на этом Тульская область не заканчивается. Она очень богата на культурные, исторические, творческие события. Поэтому всех приглашаем в Тульскую область». В первые же дни работы выставка «Россия» поставила рекорд. С 4 ноября ее посетили почти 450 тысяч человек. Впрочем, время для новых достижений еще есть. Выставка будет работать до 12 апреля. Юрий Безбородов, Данила Куренков, Первый Тульский, Москва.